Режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с паводком, продлен в Алтайском крае. Об этом заявили на комиссии ПЧС. На сегодняшний день ситуация в определенном смысле стабилизировалась. Количество затопленных домов уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковой точкой. Однако рано делать какие-либо выводы, поскольку в регионе сохраняется еще множество участков, где снег не растаял, утверждают члены комиссии ПЧС. Это Верховье аллеи, это северный наш район Борвы, соответственно, Каменский район остатки, то, что находится в Барах, и также все, что находится на Салаире и Бийской зоне Алтайского края, вот это все в ближайшие эти 10 дней будет интенсивно таять и, соответственно, определит основную приточность во все водные объекты. В первую неделю половодия от наводнения больше всего пострадали Михайловские, Немецкие, Национальные и Волчихинские районы. Несколько десятков людей из этих муниципалитетов находятся в точках временного размещения. Компенсации уже выплачено на сумму примерно 800 тысяч рублей. Сейчас спасатели работают в более чем 40 населенных пунктах. В 20 вода ушла полностью. Помогают не только людям, но и животным. Эвакуировано было более 700 животных, это кубнорогатого скота, места, где отсутствовала вода. Значит, мелкого рогатого скота 90 голов, свиней 40 голов, лошадей 1 голова погибло. Взрослых свиней 7 голов, значит, поросят, а 14 голов, мелкого рогатого скота 5, из них одно взрослое животное, остальное молодняк. Трупы вскоре ликвидируют, чтобы не допустить эпидемии животных. Есть превентивные меры и касательно болезней людей. Вскоре в районных больницах проведут противовирусную профилактику, фагирование и вакцинирование от гепатита А. Причины веские. Отобрано 157 проб питьевой воды, 80 на микробиологические показатели, 77 на санитарно-химические. Но вода у нас идет нестандартная. 10 проб у нас нестандартной воды по микробиологии и 5 проб по санитарной химии. Муниципальным образованием и ресурсоснабжающим организациям выданы предписания по проведению мероприятий, то есть флагирования. Сильно пострадала и инфраструктура региона. Проблемы с транспортным сообщением были на 15 участках дорог в 10 районах. В настоящее время не восстановлено транспортное сообщение. В том числе по схеме временного проезда на 8 участков автомобильных дорог. Сразу оговорюсь, что на 3 из этих 8 участков буквально в ближайшие полчаса движение будет открыто. Выполнены первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия на мосту села Волчхов. Между тем, в Алтайском крае с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон. Постановление правительства коснулось Волчхинского, Егорьевского, Ключевского, Михайловского, Рубцовского и Угловского районов. Самый высокий риск возникновения очагов воспламенения по всему региону начнется с 12 апреля. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.